доброе утро дорогие друзья это программа утренний кофе и ведущая ольга панченко и у нас с вами сегодня в гостях выдающийся человек легендарная личность человек который своим появлением невероятно обогатил всю нашу советскую российскую культуру великий модельер кутюре и просто великий человек вячеслав михалыч зайцев доброе утро я читала что вы собирались военное училище поступать как нам всем повезло что вас не приняли представляете какая была бы потеря для всех советских женщин ваша жизнь полна невероятных метаморфоз и каких-то ну вот полу мистических явлений вы были не приняты руководством московского технологического института который вы текстильного института который вы заканчивали вы были слишком яркие вы были смелы в одежде эстетически вы не устраивали поэтому по распределению у вас было два варианта москоблсом нархоз одно из мест и второе это владивосток но конечно куда вы молодой красивый дерзкий любимец женщин вы по моему же были женаты какой владивосток куда ехать поэтому москоблсом нархоз и ваша первая коллекция это коллекция для советских женщин для тружениц села это конечно удивительно себе представить что тут может это наверное хуже ничего быть не может чем шить спецодежду для тружениц села эти были по стандартам которые были уже разработаны мы не имеем права ничего отходить ни гене не награды вы клапан только можно было поменять ничего себе ужасно серые цвета детей логрейки делать и что вы сделали в этой коллекции что она попала в журнал пари матч потому что я пошел на то что помендуя о том что русский костюм удивительно много красный многокрасный многослойен то я решил сделать цветные телогрейки взял репс цветной дело павла посадки платки и юбки цветные самый интересный валенки показал гуаши темпер и гуаши и когда вышли девушки у меня на подиум то левашова тогда возглавляла худсовет это была женщина такая стремительно очень такая прогрессивная очень которая всегда боролась за то чтобы советские люди одевались хорошо вот и искры и время искусствует было они выступили сказать что ужасно что я попозорь себя так опозорили советские женщины такими валенками да вот но интересно что было тогда на этом совещании на методическом совещании в коллекции когда проходила послала петухов и юра абрамовичевна юра абрамовичевна сейчас живой замечательный фотограф они сняли материал от ее дамы по и сарим паре матч понимать попросила у ребят что они позволили прийти ко мне домой может быть садится когда мой ужас французы домой пить и были жили в коммунальной квартире это был шестьдесят второй год вот они пришли домой а снимать просто замкнуты коммунальной квартиры мы полуподвале тогда то что теща нас не приняла и заселила в сына попадали вместе борься с даранчик и женщина черный жила в этой квартире вот у нас была комната и маленькая покажем цвета разные цвета желтый там подумали черный с брызгами таким образом создать ощущение показали яркости вот и он завис на холодильник чтобы снять перспективу я представляю размер комнаты очень очень размер метод 12 комнат было ужас вот и тогда в серии значит прямая статья большая вышла по премесят он диктует мод москве называли красным диором за великолепный крой за точно силуэт за вот эту смелость любовь к цвету и пьер карден и и стали вас искать да 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 в шестьдесят пятом году приехал пирога пирога до москву месяц жили вы рыбаку 5 130 силах вышел свет в париже предела жили бы приехала марбуан кристиан дёра который бы потом вверг арден потом гибуш который это было женской линии дел миссис оба нового дёра потом и гелерош на гелерош потрясающе когда произошла встречи и сын обомлел а то что я впервые гордына живого я помню когда я попал связанной встречи ничего не было я пошел за 17 лет у пальто уцененный товар венгерское такое пальто это видовое лёва сборский мне дала пиджак свою я завживый вот галстук меня не было тогда вот я поехал в таком виде более-менее приличном вот я помню когда гордына видел я так крикнул или казалось я тихо сказал я как-то скригу пьер он с этапы спускались вниз с с обедом завтрака верни вот он видел слова вообще с этого все началось это началось на его выборами к себе стал показывать свои халаты шарфы шелково все это роскошные эту одежду я обалдел что на красоте ты езжайте за эскизами посидимся на обеде на обед потом в ресторане софии мы обедали и без эскизы и сели все эти в центре фотографии запечатлела в мангардели выдала репортаж человек который отвечал себе за моду для разведения в американском журнале вот и в центре сижу за тебя называют встреч королей мод обалдеть это вообще фотограф которая на всю жизнь была так и замечательной защитой потому что ну во первых эскизма это были положены потом было если генсбарский было приходил тогда очень хорошая статья не написали что на как большинство за филарен кстати вы же впервые уехали за границу по его позволили поехать восемь шестом году и как вот все-таки творчество это такой акт который требует свободы мало того что здесь госты здесь какие-то чудовищные ткани и как вот из всего из этого удавалось творить и делать шедевры которые без вас объехали весь мир и покорили весь земной шар я работал я пришел до модели после фабрики после скандала когда который произошел там подавали суд устроили меня на фабрике выгнали с рукава из рукава из рукава из рукава из рукава застали работать на фабрике шить из ней гвидов начал делать платье пальто этих тканей и попали эти пальто эти платья попали в магазин светлана на кузнецком мосту но магазин открылся я помню пришел туда с лекциями своей борщицы с лёгкой мироновой манекене сада было мне вот я его больше которая была мне помощи сей вот единственный подержат вот мы и приезжали я читал лекции там про продавщицу как продавать понять не мило как отделка был человек очень такой держим и наглый вероятно то что очень я думал очень фигово тогда чего бы не умел говорить вот косноязычие было но все равно убежали убежали убежал людей что на торговать и в общем здорово все получилось после этого я когда меня подпишет статья паримачи паримачи да началось гонение на фабрике жуткий потому что они отшили эту часть этой коллекции вот в общем началась такой травля тихая я ушел из фабрики сваление мозга и нервы почвы вот потеря зрения там еще было жутко вот вы приехал до модели на кузнецкий мост меня поставили удара с руководителя моего экспериментального цеха были чудесные коллеги мои тамара файдли тамара макеева солданка чарава ты на глоболе глаголов там алла щепакина главе суставе искусствоведов замечательная группа такие талантливые люди вот надо было возглавлять эту группу я был сцена потрясен тем что я был мальчишка женщина взрослая вот ну ничего в общем справился 8 лет мне потрясло это что убедить убедить людей что я не вентюрист какой-то и там что я работу мечтал подарить людям огромное количество радости потому что по программе было четыре модели нужно было делать битис 4 для меня смешно 100 моделей мог нарисовать за день вот я рисовал вырисовывался очень много сейчас я пользуюсь этими эскизами которые 60 70-е годы рисовал делаю просто из них просто модели современные потому что очень много идей было интересно которые не реализованы были что невозможно было реализоваться а надо смену существует элемент усталости поэтому устоишь от чего-то ли что рисуешь и дали на месте потом вдруг да и дали на месте опускаешь вниз появляется еще другой образ при причине пояс уже прямой плече или пока ты плечо то же самое чуть-чуть рисуешь прямой устоишь от прямого чай и рисуешь пока ты плечи присутствует смена моды вот поэтому пришлось очень много работать и очень много есть очень много рисуем я сейчас очень много стал сохранялся сходил саня с копию это рисунок который можно было бы издать целый целый книгу целый альбом просто нет женщины советские российские вам безусловно благодарны за этот стиль за эту красоту эту яркость который вы принесли есть предметы вячеслава зайцева который характеризует вас как стилист это как раз прямые плечи это платье в горох это невероятной головной уборы что такое красивое платье красивый силуэт для женщины как он может изменить узнать я считаю что для женщин для русской женщины самое хорошее это форма и слегка завышенной линии то ли слегка завышенной линии межамперами и италии естественно месте вот где-то здесь чтобы зажать грудь и со свободно спустить ткань ниже уже разлетающийся такой полу 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 трапеции что чуть-чуть намек только на то что фигура есть грудь всегда красиво здесь же не суть важно дальше дальше догадываться люди вот я считаю это самая давняя форма она для всех наиболее жизнеспособны дорогие телезрительницы обратите внимание на этот совет от вячеслава михалыча завышенная талитра тапецевидная форма а чем русские женщины отличаются вообще от женщин всего мира ведь то как сходят с ума иностранцы от русских женщин они просто до сих пор уже вот на протяжении всей истории же потому что у нас очень много смешения крови очень много смешения крови поэтому женщина русская очень она очень разнообразно очень стильно и в силу того что она закомплексована всегда она немножко как бы более более как бы ранимо чуть-чуть и она позволяет себе если бы открывается потому что она позади все очень много сразу потому что она долгое время было зажата забита и не тронута совершенно поэтому русская женщина очень интересно как объект мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к нашему разговору доброе утро дорогие друзья эта программа утренний кофе ее ведущая ольга панченко и у нас гостях великий модельер и великий человек вячеслав михалыч зайцев вашим фирменным штрихом является красная помада женщина без красной помады как вы говорите это уже не женщиной почаще бы женщины наносили красную помаду для мужа для себя для друзей это меняет видоизменяет придает энергетику и сексуальность откуда у вас вот эта идея красной помады знаете идея это родилась в начале 70-х годов до 60 67 год помогли то так вот в москву приехал представитель гристиан диора и он показал макияж который мне очень запомнился всю жизнь я пользуюсь его практически всегда это черный глаз такой нарисован мягко рассушенный так румянутые румянутые скулы и красные губы сочные сочные красные губы такие классные брусничного такого оттенка красные сочные красные такие вот и поэтому этот цвет мне очень понравился я всегда считаю что цвет который помогает женщине чувствовать себя очень как-то вот очень женственно и очень как-то так страста в этом и страсть какая-то хорошая века и уже когда губы смазаны они в менее интересные розовая губы хорошо блондинки нежные губы то же блондинка лучше с косовым и мало воспринимаю блондинку женщина русская на больше русской волосы темная темно-русс и поэтому цвет красной помады очень красивый мама всегда пользовалась красной помадой мама у меня в этом плане всегда была потрясающая тема для подражания я всегда маму вспоминал когда делал коллекции и очень они всегда были глазачечные и красные губки вот а щеки я уже посмотрел когда увидел у дёра вот этот вот сен-лоран тоже самое делал тоже самое такой же цвет помады сейчас уже меняется очень много разных цветов оттенков оттенков да даже зеленый есть черный черный синий губы жуткий ужасно я считаю ужасно да женщина в чем что удивительно но может быть как некий арт образ для какого-то перформанса это может быть и неплохо но это идет в жизнь и что удивительно женщина начинают это вносить в жизни а кстати как вы относитесь к феминизму и эмансипации к тому что женщины активно борется за права равны справа я считаю это замечательно я считаю женщина должна быть эмансипирована тоже очень много женщин которые сегодня наравне с мужчинами творят чудеса сколько женщин у меня стало президентов потом сколько женщин ученых прекрасных и считаешь эмансипация это хорошая для женщин мужской стиль который она носит всегда украшает женщин делать и более женственно кстати да как ни странно уже роскошно сейчас очень опять-таки популярная мужской стиль пиджаки и удлиненные пиджаки как платье с маленьким пальцем и трюкар и этого пиджак как как камзол и очень женственно получается очень же роскошно вы помогали быть более красивыми самым известным женщинам в этой стране начинают любовь орловой языкина и алла борисовна пугачева и но целая плеяда наших актеров и валентина терешкова заканчивая не знаю светлана медведева делали в ливе костюмы людмилы путиной женщины все очень сильные харизматичные знают что хотят как вы с ними работали шли ли вы у них на поводу или все таки вам проще было отказаться нет я на воду не нашел я отказался когда рейсова это максим на горбачева до отказали потому что она слишком была она относилась художника как работа к муэзи то есть не считалось с мнением поэтому я под мастери да то есть да 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 я считаю что художник он наделён от бога даром тут надо его навязывать что-то у меня восприятие вопросов возникает его рисую и такой образ должен быть понимаете потому что когда навязывать мнение очень сложно я теряюсь сразу я теряюсь и могу не сразу же сделать совсем не то другое у меня папа актерский вот я однажды делал в этом полицейске турандотов октановской театре одна актриса меня просила сделать ей что-то свое и ну нельзя это делать она нет настояла я сделал это совершенно просил я сделал ей и действительно совершенно не получилось получилось совершенно не состоялась совершенно поэтому здесь очень трудно давить на художник они страшно было отказывать таким женщинам по краям максимуму все сажим вообще что терять до восемьдесятом году только вы бы выпустили уже столько прошли всех видели да и меня не имеется ты косыгина тоже сама даже не получилось не очень красиво у меня была приятельница вот уже по трикотажу она просила сделать и трикотажное платье и сделал платье и 2 субъекта нужно было забрать с нее и за 20 рублей и она дала заплатить надо мне действует я же почему сюда вот вам купила билет достанечко ходили в решение в решение или в театр то есть она взяла деньги за билеты да да не было шок просто после этого я перестал ходить дом порезал просто для меня это ужасно внезидно что тем более работа была творческая работа и плотина была девушка заплатить за за работу и цепей никогда не брал ужасно конечно поэтому и женщины эти разные чем поэт для меня за вами в этом плане хорошая женщина длина санпутина чудес что начинает светлый человек очень и лейший человек удивительно простая по вообще не было ай вы в одном из ваших интервью замечательно сказали о том что женщина приходя домой делает страшную ошибку переодеваясь в халат в тапке снимая макияж и встречая мужа вот таким образом женщина должна всегда оставаться женщина и главное место это дом главный мужчина которым должна соблазнять это ее муж поэтому сколько семей распалась из-за вот этих халатов и тапок сейчас вот это новое поколение людей которые выросли в век соцсетей высоких технологий они крайне упрощенно относятся к одежде равно как и женщины то есть они считают что тренировочный костюм джинсы футболка это такая униформа на все случаи жизни не нужно выражать себя через одежду как вы к этому относитесь нет ли у вас такой вот тоске по красоте я считаю что ужасно конечно на плане и считаю что я для меня в этом плане было примерно женщина который я познакомился с ней еще работаю моделью и делая заказы индивидуальные заказы с канцерами ходили шепшевали вот женщина жена шведского посла была я с него знакомился пришел однажды к нему для того и вижу на роскошном вечернем платье дома и в чем дело как же я же не могу позволить все мне муж и дети дети на меня смотрят должна быть примером для них я с тех пор совершенно резко поменял свою позицию относительно домашней одежды женщин дом должен быть лучше потому что для самую любимую человека для мужа она должна быть красиво для детей тоже самое должно быть образцом халат надевается какой-то колокольчик такая не тесаная уставшая раздраженная ужасно это ужасно потому что я считаю женщина должна быть всегда образцом дорогие женщины примите это к сведению числа михалыч плохого вам не пожелает будет поэтому я считаю что домашний одежда очень красиво халат халат ни в коем случае не фланель никакой не птицевый халат из хорошей ткани шелковый гладкий и цветами может красивый очень красивый халат шакартовый очень классный брюки обязательно может быть шелковые широкие литяще классно хорошую силуэту я делал есть такие модели женские морские халаты вот с ансамбли такие классные пошел очень красиво женщин совершенно по-другому вспоминать с ней общаться совершенно по-другому хочется на другом уровне совершенно другой уровень да женщина она удивительная в этом плане существо она явление и чайшие поэтому женщина очень любит для того чтобы могла себя максимально проявить и раскрыть себя как себя да кал карл лагерфельд недавно приезжала в москву с визитом он посмотрел на то что у нас происходит и сказал боже мой какие у вас роскошные красивые женщины и какие вас ужасно некрасивые мужчины наверное все ваши женщины они лесбиянки что будем делать с нашими мужчинами как мы будем их облагорадить сейчас были появилась уже более менее как-то так появились костюмы галстуки более-менее приличные сорочки белоснежные сорочки я считаю было снижные сорочки это самое главное для мужчин я согласна с вами что мужчина в белой рубашке всегда очень соблазнительно да да совершенно точно потому что в зиме средства традиционно не позволяет мне другую рубашку сразу убогое становится лицо и невыразительно как-то вот особенно голубая сорочка распахнута так вот шея торчит сюда волосюшки торчат еще ужасно да да я считаю мужчина в принципе у нас поколение сейчас растет тридцатилетних мужиков классные я была даже на приеме вот кстати когда был логерпед и и была прада в этом мечей прадом там пучей прад была в этом показ было и я видел женщина мужчина тридцатилетние все он потрясен был роскошные были женщины роскошные были мужики одеты были классно все очень хороший костюм очень классный такая стиль была замечательной причесаный и пакет короче что кстати немаловажно очень очень важно я еще сейчас молодежь немножко такая очень хиповая стала очень как бы вот джинсы вот эти рваные жуткие совершенно бесформенные с коленками рваные это я считаю безобразие просто такой мега шанса жуткая ужасная и поэтому я вообще не заранее джинсы я считаю джинсы должен быть классный 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 классический джинсы можно пойти в театр спокойно если люди любят джинсы да с хорошим пенчаком и белой сорочкой красивый шарфы аксессуары какие-то либо брошит да да вот так что в общем в этом плане мужику конечно сложнее потому что мужик в этом плане но в плане эстетики ему еще долго долго набирать набирать потому что долгое время мужчины считали вообще красиво одет мужчина считался в общем каким-то там по этим либо гомиком либо еще кем-то вот поэтому у них очень сильно еще и жидкие эти поэтому я считаю что стереотип они тяжело с ними расстаются но слава богу что ушли сандалии белые носки вы знаете что это уже победа наше общее да и кольцо уже не встретить да 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 черные носки очень хорошо черные носки великолепно любой костюм черные носки самый класс скажите следите ли вы за какими-то современными российскими дизайнерами может быть вы кого-то выделяете вот за современной модой которая сейчас происходит я смотрю конечно интересуются работы и игорь чипурина и потом валю дашкина потом я валю дашкина всегда относила к вашему поколению в чисто говоря не относил его к молодежи чипурина соглашусь чипурина потом было алена хмадулина ахмадулина потом денис имачев потом интересно очень работая елена макашовой очень интересная самая сфере такой очень своеобразный у вас есть целая лаборатория моды которая помогает молодым ребятам находить себя сдаете ли вы какие-то тенденции там даете ли советы направляете ли или они находятся в таком свободном творческом пространстве это обязательно у нас это есть педагога лена замечает совершенно ржевская лена ржевская людо-люда дамыдова да они человек которые были основания лаборатории да вот они замечательно учат я вижу как девчонка меняется на глазах просто под их влиянием лена ведет рисунок а люди мамы на колку мне бы хотелось просто самому позаниматься то есть занимался у них потому что так интересно просто люди имеется на глазах просто до их отношение к стилю меняется с людьми выходит из его ремонта готовы готовы бы учить специалисты я вот пять с половиной лет учился в институте из них из них три года практически ушло на общего заднего предмета и два года я учился практически вот только моделировал одежду конечно знания которые наши лаборатория это раз лучше чем институт потому что максимально люди поглощены работая в материале творческий процесс с процессом да очень здорово вячеслав михалыч я читая вас и общаясь с вами имея счастье и возможности общаться с вами понимаю что есть два вячеслав михалыча один это такой невероятный эстет интеллигент педант обожающие детали а второй это хулиган такой брутальный который любит крепкое словцо может приложить если что и жестко пошутить какой из них больше вы на самом деле какой вам ближе скажем так 2 2 да я почему так подумал я читала этих перформансах невероятных которые вы устраивали какое-то было безумное хулиганство сколько в этом было смелости я думаю вот это вячеслав михалыч чего стоит один ваш проход в халате нижнем белье с бутылкой водки по красной площади 57 год боже мой вячеслав михалыч я желаю вам вдохновения не терять его ни в коем случае я знаю что вы пишете свои стихи вы рисуете картины вы расписываете керамику вы постоянно находитесь творческом процессе это ну вашего такая вот мембрана жизни чтобы она постоянно приносила вам очень хорошие вибрации чтобы жизнь вам рад вас радовала здоровье безусловно и полета полета и парить над всеми нами спасибо вам огромное спасибо что пришли нашли время нам к сожалению нужно расставаться но с удовольствием приглашу вас после следующего показа очередного к нам в гости приходите спасибо это была программа утренний кофе ее ведущая ольга панченко а в гостях у нас был великий дизайнер модельер замечательный человек вячеслав михалыч зайцев